Дагестан Это все фейк. Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг слухи о его долгах в сотни миллионов рублей перед налоговой. Подробности в рубрике «Дайджест». От мала до велика. Более тысячи человек разных профессий и возрастов вышли на старт благотворительного велопробега в Макачкале. Более 80 водителей с признаками опьянения были отстранены от управления автомобилем в Дагестане за минувшие выходные и праздничные дни. В отношении девяти владельцев возбуждены уголовные дела. Печальная статистика и по авариям на дорогах республики. За прошлую неделю зарегистрировано 44 ДТП, в которых погибли 7 человек и пострадали 62. По районам Дагестана в ближайшие сутки ожидается сильный дождь. В горах выше полутора тысяч метров возможен снег. Об этом предупреждает МЧС республики. В связи с этим на дорогах возможны камнепады, обвалы осыпи и вынос селевых масс на проезжую часть. Эксперты призывают водителей быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при проезде опасных участков. Без крайней необходимости избегать выезда в горные районы в ночное время. В гидрометцентре же региона отметили, что пасмурная погода сохранится лишь до 16 мая. В отдельных горных районах местами сильные осадки, преимущественно в виде дождя. По Махачкале также сохраняется небольшой дождь. Ветер у нас северо-западный слабый. До 5-10 метров в секунду. В связи с сильными дождями в горных районах могут быть подтопления, сход селевых потоков малого объема. На третьи сутки, 16-го числа, днем, ожидается усиление до 9-14 метров в секунду. И температуры ночные у нас 9-14 также остаются, а дневные в плюс уже 13-18 градусов тепла. На севере даже до 20-ти. Далее в эфире обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. По 3 миллиона трем героям. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев материально поощрил дагестанцев за спасение людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Би Султан Хамзаев вручил Гаджиеву Джабраилову и Гасанову благодарственные письма за геройский поступок. Молодых людей также отметят наградами председатель следком Александр Бастрыкин, глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Напомним, что автобус пассажирами упал в реку Мойку 10 мая. Перед этим он протаранил две машины и ограждение. Погибли семь человек. Выжили только водитель и один пассажир. Возбуждено два уголовных дела. Стоимость квадратного метра в Махачкале за год поднялась почти вдвое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость квадратного метра в апреле текущего года выросла на 80%. Это самый высокий показатель роста в стране. В среднем по итогам предыдущего месяца 2024 года усредненная стоимость квадрата перевалила за отметку в 97 тысяч рублей. Шесть многодетных малоимущих семей в Дагестане до конца этого года получат в свое распоряжение микроавтобусы. На эту меру поддержки в республиканском бюджете выделено 18 миллионов рублей. Право на получение автотранспорта имеет семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения. В 2024 году в республике он составляет более 14 тысяч рублей. Отметим, что программа действует с 2022 года. И за это время микроавтобусы марки «Газель» были вручены 12 малоимущим многодетным дагестанским семьям. В памяти советника и писаря имама Шемиля Мухаммада Тахира Аль-Карахи состоялся турнир по стрельбе из лука в Чародинском районе. К финальному этапу предшествовала отборочная, которая проходила в каждом селе муниципалитета. Лучшие встретились во улице Уда. Участие принимали как взрослые, так и дети. Призовой фонд турнира составил около 100 тысяч рублей. Победители и призеров наградили грамотами и денежными призами. Спортивный праздник был организован муфтиятом и молодежью Чародинского района при поддержке местной администрации. Около 1200 человек вышли на старт благотворительного велопробега в Махачкале. Маршрут пролегал по центральным улицам столицы, от главной площади до духовного центра имени пророка Иссы Мирьему. Педали крутили люди разных возрастов, от 2 до 68 лет. Участники собрали около 4 миллионов рублей для подопечных фонда Инсан. Подробнее Курбан Рагимов. Позитивный настрой, разминка и полная готовность. Главная площадь Махачкалы в день акции стала настоящей спортивной ареной. На старт благотворительного велопробега вышли более тысячи человек. Сейчас то, что я вижу, просто наполняется эмоциями, энергией, душой. И хочу сказать в первую очередь, конечно, огромное спасибо благотворительному фонду Инсан. Чтобы стать участником, необходимо было пройти регистрацию. Взнос символический – 100 рублей. Спонсоры же внесли сумму значительно выше заявленной. Все собранные средства отправят на помощь больным детям, подопечным фонда Инсан. У нас было выставлено 9 сборов, посвященных этому велопробегу. Уже там больше половины сборов закрыты. И они закроются сегодня до конца дня, мне кажется, уже с тем темпом, который идет. Это же большое дело. То есть люди участвуют в том, чтобы помочь тем детям, которые нуждаются в этом. Ну и, конечно, сегодня прекрасный день, прекрасная погода. У людей хорошее настроение. Это повод для того, чтобы отдохнуть, пообщаться, быть в этой праздничной атмосфере. 4 миллиона были сборы открыты. И они, как я уже сказал, ранее практически закрыты. Маршрут велопробега был проложен по проспектам Расула Гамзатова и Петра Первого. Колония участников предстояло преодолеть дистанцию примерно в 5 километров. Финишировали они на аллее героев-медиков рядом с духовным центром имени пророка Исы «Мир ему». Здесь для всех было организовано чай-питие и развлекательная программа. Параллельно проходили состязания по армспорту и мини-футболу. У нас в семье четверо. Я муж и двое детей. У нас у всех есть велосипеды. Мы в Каспийске по утрам катаемся, в принципе, каждое утро. В велопрогулки. В велопробегах такого масштаба первый раз. В Каспийске у нас были велопробеги, но не такие большие. Очень все организовано, красиво. Самые положительные впечатления. Очень нравится. Столько единомышленников, во-первых. Огромное количество велосипедистов. Это просто для меня восторг. Очень нравятся такие затеи. Хорошо, что придумывают. Людей приобщают. Я думаю, это хорошее дело. Очень. В велопробег объединил людей самых разных профессий и возрастов. Для них участие в акции – это не только возможность проверить свои силы, но и сделать доброе дело. Самому младшему участнику было два года, а старшему – 68 лет. Я ездил в ГУБД на соревнованиях. Там занимал… Сейчас уже с годами тяжелее становится со мной ездить. Уже душа молодая, но организм уже немножко не тот же. Это делается для того, чтобы наша молодежь здоровой была. Погода хорошая, настроение хорошее. И когда вместе руководители республики, администрации города, депутаты, спортсмены, простые люди, когда вот так приходит, массовый спорт, здоровый образ жизни – это очень важный момент. Потому что те люди, которые духовно, физически развиты, я думаю, они никакие… Только будут идти правильные пути. Поэтому это наше дело – всегда быть рядом, поддержать такие мероприятия. Кульминацией спортивного праздника стал розыгрыш путевки на Малый Хадж. Ее обладателем стал житель столицы Агалар Клычев. Это мой первый такой, самый главный приз в моей жизни. Спасибо большое. Честно говоря, не ожидал, что побежу, но, наверное, в свеюшем видне, что мне надо было победить. Очень рад, конечно, что победил. Никогда не был на святых землях. И после велопробега благодарю фонду «Инсан» за такое мероприятие. Спасибо большое. Эта спортивная акция от фонда «Инсан» наглядно показала – участвовать в пробегах можно не только ради эмоций и медалей, но и с пользой для тех, кто нуждается в помощи. Курбан Рагильмов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Алиасхаб Рамазанов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по паратэквондо в Белграде. Дагестанский тэквондист преуспел весить свыше 80 килограмм. В сербской столице наш спортсмен провел четыре поединка. Среди его оппонентов были чемпионы мира, лидеры мирового рейтинга. Сам Алиасхаб Рамазанов также является чемпионом мира. В этом году ему предстоит участие в паралимпийских играх в Махачкале. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» проиграл в выездном матче 32-го тура первой лиги. На стадионе «Кристалл» Жигулевский дагестанская команда встречалась с тольяттинским «Акроном». Хозяева открыли счет уже на 23-й минуте. Отличился Никита Глушков. Через 14 минут гости сумели отыграться благодаря голу полузащитника Сослана Кагермазова. На перерыв команды ушли при счете 1-1. Во втором тайме Глушков забил в ворота «Динамо» еще два мяча, которые остались безответными. После проигрыша Махачкалинский клуб опустился на второе место в турнирной таблице с 58 очками после 32 игр. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.